Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал Россия. И вначале расскажем о погоде. Субтитры предоставил DimaTorzok Две школы из Карачаева Черкесии заняли призовые места на Всероссийском конкурсе школьных музеев, проходившем в рамках федерального проекта «Историческая память». И сегодня гость нашей программы – директор школы села Чапаевское имени Исмаила Хачирова, один из победителей конкурса «Очимес Малсугенов». И в эти минуты в нашей студии он расскажет моей соведущей Белли Джазаевой об участии в конкурсе и в своем школьном музее. Доброе утро всем. Доброе утро, Очимес Исхакович. Здравствуйте. Я благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли сегодня к нам в гости. И, конечно, сразу хочу поздравить вас с тем, что вы стали одной из двух школ Карачаева Черкесии, которые принимали участие в конкурсе школьных музеев, Всероссийском конкурсе. И вы стали призерами. Выиграли денежный приз. Хотелось бы узнать о конкурсе поподробнее. Кем он был организован? Ну, конкурс был объявлен в январе-феврале 2020 года. Организатором выступала Всероссийская политическая партия «Единая Россия». И они объявили конкурс школьных музеев, городских и сельских, посвященных истории Великой Отечественной войны. Вот мы принимали там участие. – Насколько я знаю, ваш школьный музей является одним из самых старых, одним из самых старинных в Карачаеве Черкесии. Он существует с 1985 года. Наверняка у вас есть какие-то ценные экспонаты и непосредственно связанные с Великой Отечественной войной. – Да, это так. Когда мы проходили паспортизацию музея школьного, в 1985 году он организован. А паспорт у нас под номером 8. Мы его получили в 1989 году. Под номером 8, я подчеркиваю. Конечно, экспозиции посвящены разным историческим событиям и периодам жизни нашего села и страны. И там огромное количество всевозможных экспонатов и времен Отечественной войны, и более ранних сроков, и после него. – А что такое номер 8? Чем он отличается от других? – Ну, просто восьмой музей, школьный музей, под номером 8 мы были зарегистрированы в Министерство образования. – Символично. – Да. То есть до нас было семь музеев, мы восьмой. – А вот денежный приз вы, насколько я понимаю, будете в развитие музея вкладывать? – В договоре между организаторами музея и нами, участниками, прописаны строго нормативные направления, куда мы можем потратить свой денежный приз. – Вот этот призовой сертификат 300 тысяч рублей мы обязаны потратить на расширение музея, на покупку каких-то интересных экспонатов, на цифровизацию музейных экспонатов. – У нас, например, есть солдатские письма, треугольники, которые уже просто мы с опаской берем вот так на руки, и в целлофане мы их держим и так далее. – Все это мы хотим перевести в цифру, хотим купить оборудование для этого и сохранить это уже дальше, на другие, так скажем, для других людей, для тех последующих поколений. – Поколений, ага. Ну что же, я еще раз поздравляю вас с выигранным призом и желаю вам успехов в работе. – Спасибо вам. – С добрым утром. – Спасибо вам. Спасибо вам, что пригласили. – Новый информационный день. Продолжая свое вещание на телеканале «Россия-1» ровно в 9 смотрите программы Крачаевской редакции, а в 14.30 – Вести с Аллой Динаевой. Удачного вам дня и встретимся завтра. – Все давно знают и выбирают сыр «Ольда». Миру сыр. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова